Добрый всем день! Сегодня у нас 27 марта 2023 года, Харьков. Я продолжала свой видео-дневник. И, простите за мой внешний вид, я просто очень мало спала ночью, очень плохо спала. И так уже вторые сутки навалились вообще такие проблемы. Проблема на проблеме. В общем, долго всё рассказывать. Но хочу сразу сказать, попросить, Анжелика, если вы смотрите это видео, то ответьте, пожалуйста, на моё сообщение. Потому что у меня начались там проблемы и требуются от вас... Короче, мне нужно кое-что узнать. Спасибо большое, если вы ответите. Потому что я вам всё утро пишу, и вообще, конечно, это просто какой-то трэш-трэшный. Стараюсь как бы не быть в стороне и помогать людям по возможности, когда меня об этом просят. Но во время этой помощи, бывает, сталкиваюсь с трудностями, к сожалению. Которые влекут за собой такие уже проблемы. И для меня теперь тоже. В общем, это всё долго рассказывать. Я не буду это всё рассказывать, забивать. Ещё хочу сказать по поводу... Кто помнит, в пятницу у меня был стрим. Кто был на стриме... Если помните, у меня такая была полосочка. Кто-то кинул, а не много денег, и на полосочке даже ничего не отобразилось. Так вот, я вам хочу сказать, что... Я не знаю, что случилось. Что-то залагало на Донейшнл Алерте. И, в общем, эти деньги так и не выводятся. Они зависли в каком-то неопределённом состоянии. Я сегодня связывалась с тех... С техподдержкой этого ресурса. И они мне сказали, что... Ну, короче, если вы там не предоставите чеки, то мы не сможем ничего сделать. Возможно, вообще на 90 дней всё заблокируем для проведения расследования. Ну, в общем, трэш на трэше. Сейчас мне пришло оповещение. Пришла какая-то посылочка. Я пойду посмотрю. Я даже не знаю вообще, что там может быть. Сейчас посмотрю, покажу вам. Видела вчера, чтобы много... Кстати, у нас сегодня прекрасная солнечная погода. Вы можете видеть за мной голубое небо. Видела очень много вчера. Писали мне комментариев. Спасибо большое. Спасибо за ваши лайки, за то, что не забываете. На самом деле, довольно-таки трудно вести свой канал. Я надеюсь, что адекватные люди это понимают. Потому что, опять же-таки скажу, всё, что наваливается на меня, это просто помимо домашних проблем, помимо каких-то моих личных дел, детей, домашних обязанностей, наваливается ещё с гора других проблем. Одно тащит за собой другое. Третье, учитывая ещё проживание в военной обстановке, с тревогами и так далее, всё давит на нервную систему, на психику. Я не жалуюсь сейчас, не подумайте. Просто это мой видеонемник. И я рассказываю так, как оно есть, хотя бы примерно описываю свою жизнь, своё состояние. Так вот, вчера очень много было сообщений, кто там, ну, там было много вопросов. Я на несколько наткнулась. Спасибо, во-первых, за добрые комментарии. На несколько вопросов наткнулась. Курю ли я? Такое часто вижу. Курю ли я? Я не курю вообще, никогда не курила. Если вы слышите иногда какие-то хрипы, я вам объясню. Я снимаю без микрофона, я стараюсь кричать, чтобы было слышно меня в камеру. Если я разговариваю тихо, спокойно, никакой хрипоты нет. Ну, а так приходится кричать, кричать, вопеть, чтобы было хорошо слышно. Особенно, когда я снимаю на улице, я стараюсь перекричать потусторонние шумы, машины, ветер и так далее. И кричу еще больше, даже, чем дома. Дома тоже, когда ставлю камеру на штатив, стараюсь кричать. В общем, на вопрос, курю ли я, я вам ответила. Надеюсь, этого поступать не будет. Больше подобных вопросов. Хотя очень часто люди задают одни и те же вопросы, одни и те же, просто разные люди. Еще был вопрос по поводу мужчин. Ходят ли у нас мужчины? Кто-то вам там сказал, что у нас мужчины по Харькову бегают в женской одежде, якобы скрываясь от призыва, наверное, от повесток. Я такой дичи ни разу не видела. И я не видела мужчин, переодетых в женщин. Поэтому я ничего вам не могу сказать, правда ли это. Я такого не видела. Вы знаете, что я уже год не выезжаю из города, нахожусь в городе, но такого трэша я не видела. Что вы там еще меня спрашивали? По поводу пенсии спрашивали, как выживают люди, по поводу работ. Ситуация стала гораздо хуже, чем она, естественно, была до 2022 года. И у людей стало финансовое положение гораздо сложнее и труднее, но у каждой выживает как может. Это долго все рассказывать. С работой тоже. У кого-то она есть. Кто-то, я уже говорила, пошел работать военными, кто-то медики, кто-то... Ну, несмотря какая специальность была у человека, кто-то потерял работу и нигде не может себя найти, кто-то вообще уехал, эвакуировался, потому что здесь не осталось, допустим, ни работы, ни жилья. Ну, это все так индивидуально и очень сложно объяснить вам в одном видео. Могу лишь посоветовать, смотрите мои ролики и, возможно, в процессе вы начнете пересмотреть старые. Я там много где что объясняю, рассказываю какие-то индивидуальные истории людей. Рассказывать сейчас все будет очень сложно, очень долго. Ну, вкратце, я думаю, вы поняли. Просто нужно, если хотите знать, следите за роликами и все будете знать, будете в курсе происходящих событий. Так, мы идем, вышли, у меня еще сегодня куча дел. Надо позаниматься и с Амираном. И слава богу, у Норы сейчас каникулы, с ее уроками уже проще, но с Амираном мы занимаемся, занимаемся, гуляем и так далее. В общем, все надо делать. Сейчас быстро забежим на почту, надо еще купить что-то покушать, что-то приготовить. Я даже не имею никакого, ни малейшего понятия. Короче, и желание готовить, а придется. Идем на почту смотреть посылку. Мы получили посылку, и я очень удивлена. Я думала, что это мне посылочка, а это оказалась, наверное, Нори. Нор, открывай. Открывай, зайка. Она себе что-то заказывала на Алиэкспрессе еще два или три месяца назад, после новогодних праздников. Но нам не приходили посылки в Харьков с Алиэкспресса. Норочка заказала на киевский адрес, или на полтавский, на киевский адрес. Норочка заказала какие-то... Давай, кулечек. Давай. В общем, мы уже даже не верили в то, что это нам придет, потому что, еще раз скажу, заказывали на киев, но с нашим индексом. Так что это, можно сказать, вообще рождественские Норины были подарки, которые она получила только в конце марта. Это игрушка? Да. Гоуст фейс. Гоуст фейс. Раскрой, посмотрим. Ой, у него такие кожаные лавки. И кожаные... Что с ним? Ну, короче, это с фильма Крик, если кто знает. С фильма Крик. Такая игрушечка. Да, я думала, уже вообще ничего нам не приедет. Держи. А что там еще? Брелок и футболка. Брелок и футболка. Вот такие вот были покупки в январе месяце, и получили мы только сейчас. Я думала, это уже вообще никак нам не доберется. О, брелочек такой. С Джейсоном. С Джейсоном. Держи. У нас так редко бывают какие-то покупки. Я уже не верила вообще ни во что. А футболку покажи, хоть посмотрим. Я надеюсь, с ней все нормально. Надеюсь. Скажи спасибо, что вообще до нас, до Харькова, что-то добралось. Потому что я не знаю, почему так. Ты счастлива? Да. О, боже, рогатая футболка. Ну, размер твой. Что-то, что-то, что-то все. А это так, как было, помнишь, как-то? Твою мать. Нора. Короче, чтобы вы понимали, этот рисунок должен был быть на всю футболку. Конечно, везение 10 из 10. Ну, это Алиэкспресс. Будешь носить? Сомневаюсь. Вот так вот бывает. Бывает, Нора аж фотографировать начала в припадке. Ты расстроилась? Нормально. Нор, не расстраивайся. Скажи спасибо, что она вообще до нас доехала. Спасибо. Мы сейчас вышли посидеть в парке с почты. Зашли, купили чуть-чуть покушать. Ой, такой шмель большой. Вы не представляете. Улетел. Огроменный шмель только что подлетел. Прямо к руке. Но я их не боюсь. Я не боюсь ни шмелей, ни ос. У меня когда-то в контейнере жили огромные шершни. И они меня не кусали. У нас вообще у меня и осы жили. У нас с ними был договор. Я вообще считаю, что с природой надо дружить. И тогда она тебе никакой вред не наносит. И вот я себя сейчас в последние дни как-то чувствую. Не только дни, наверное, в последний год. Как вот это вот дерево, которое я сейчас добавлю вам в фоточку. Никогда не сдавайся. Корнями оно держится из последних сил. Пытается уцепиться за землю. А под ногами пропасть. Ну вот так вот сейчас. Но все равно я верю. Я знаю. Я даже в этом не сомневаюсь, что война закончится и будет мир. Потому что все войны заканчиваются миром.